это канал таллинга приветствую вас всем привет сегодня суббота 3 3 июня чтобы перейти к следующему этапу жизни не надо вам выложить короткий кусочек предыдущий этот короткий кусочек у меня связано с некоторыми видим которые у меня есть только на компьютере и из-за этого получается что не надо именно сесть дома и сделать фильм к сожалению этого времени пока просто нет из-за этого вот такая вот загвоздка и тормоз ношу всем свои извинения потому что человек начал работать человек начал работать а уже не проводит 24 часа сутки на своем диване вот так что видите ребят но не всегда блогеру легко надо делать на какие-то короткие репортажа а вот но пока скажу только то что ждет вас вскоре небольшой сюрприз для всех моих новых подписчиков я расскажу о том что 12 лет я проработала в греции как представителя туристической компании а также гидом экскурсоводом и в этом году я решила остаться в латвии на постоянно поэтому это моя новая работа и она занимает очень много времени и это видео как раз об этом куда же я пропала от вас дорогие мои подписчики и чем же я занимался эти недели вот так вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я работаю в одном из лучших ресторанов Риги, как хостес или администратор зала. У нас замечательная команда и так начинается наш день. И все эти маленькие видео, которые сегодня вы увидите, я делаю именно для нашего ресторана. Как вы уже догадались, именно потому, что мне нравится делать видео и нравится создавать свой мир из того, что я вижу кругом. И делиться этим миром с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Работа очень интересная, потому что каждый день, это именно то, что я люблю, я общаюсь с разными людьми. Но одновременно работа эта очень и очень ответственная. Беря во внимание то, что это новая для меня отрасль, мне не всегда дается это легко. Но, как вы понимаете, спасает именно местонахождение самого ресторана. Каждый день я наблюдаю потрясающие виды. Виды, потому что мы находимся вблизи реки Даугава, на противоположной стороне от главного центра или старого города. И виды эти всегда захватывают. Все, кто меня смотрит ранее, знают, как я люблю море, как я люблю все, что связано с морем. И поэтому это возвращает меня в Грецию, и это какая-то неуломимая связь с тем, где я когда-то была, работала и о чем я скучаю. Три свадьбы, несколько банкетов. Так что очень сильный день будет. Бесспорный плюс этой работы в том, что ты становишься невольным свидетелем тех событий, которые происходят в нашем ресторане. Это не просто визиты, покушать и красиво провести время, романтика. А это такие события, как свадьбы, крестины, это выпускные балы, это различные юбилеи, это бизнес-встречи и корпоративы. Каждый день я встречаю счастливые лица. Лица влюбленных, лица людей, которые прожили в браке многие годы и отмечают эти события у нас. Здесь встречаются семьи, которых разделила жизнь. Кто-то живет в других странах, приезжает сюда, и у нас в ресторане они встречаются. И ты видишь, насколько те встречи душевны. Сейчас, когда многие закончили школы и вузы, у нас проходят выпускные. И как красиво, когда большие семьи торжественно держат диплом, который получил их ребенок. И ты понимаешь, что главное слово этой жизни – любовь. Любовь и, конечно, семья. Это все делает нашу жизнь богатой и наполненной. А мы этому способствуем. Шеф часто выходит в зал для того, чтобы пообщаться с нашими клиентами. И это прекрасно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Но есть и другая сторона всей этой работы для меня. Доброе утро! Сегодня 10 июня. Все, что могу сказать, что я очень устаю. Вот это я могу сказать. Очень устаю. Вчера я приехала домой. Ну, то есть о фильмах там вообще речь не идет. А вчера я приехала домой. И мне кажется, что я ела огурец и заснула. Просто припец. Вот я сейчас иду, да, и я еле волоку ноги. Просто еле волоку ноги. А стоит ли каких-то денег? Вот такая работа с таким графиком. Стоит ли это того? Вот, понимаете? Для меня лично один однозначный ответ, конечно, нет. Потому что мы работаем, чтобы жить. Чтобы был какой-то достаток, чтобы жить. Конечно, жить как мы хотим, но вообще воспринимать эту жизнь. И когда у тебя просто нет сил эту жизнь воспринимать. А для чего тогда? Ну, как бы. Ты просто не живешь, ты существуешь. Твоя жизнь вся концентрируется на твоей работе. Если это твой бизнес с своей семьей вместе, семейный бизнес, это немножко другая история, наверное. Хотя и по-любому жизнь это восприятие мира, красоты и так далее. И какой смысл? Мысл для меня теряется. Вот. Я сейчас... Вот. Прям хочется быть рядом с природой. Походить, полежать вообще на этой поляне. Посмотреть в небо. Послушать птиц. Вот это то, что хочется. И когда ты так выматываешься, и когда у тебя выходные будут проходить, просто лежа на диване, все, и потом опять на работу с мыслями, опять на работу. Ну, это может быть какое-то время ради какой-то единой цели заработать кучу денег, отдать там, не знаю, кредиты, и в общем все. Вот так вот, ребятки. Какое, какое, я даже видео не могу ничего сделать, не собрать, потому что эти два выходных дня, естественно, надо делать семейные дела, какие-то личные дела, всякие, потому что нет сил просто элементарно. Вот, поэтому сказать, мне хочется поехать в Юрмалу, даже уже неверно будет. Вот так вот. Вот так вот. Вообще в Латвии очень много зелени, самые-самые различные трав, несмотря на то, что очень многое выгорает, но той зелени, которую я уже забыла. На следующей неделе у нас праздник летнего солнцестояния, или Лиго, Яни, как вот здесь называется. Это очень большой, красивый праздник. Вот. И все празднуют его, выезжая на природу обязательно. Жгут костры. Ну, в общем, у меня как-то даже было видео на эту тему. Жгут костры. Поют песни, прыгают через костер, типа в кавычках, ищут папоротника, цветов папоротника. Ну, это такая больше легенда. Вот. Это круто. Кстати, так хочется именно вот такого Лиго, а не просто куда-то поехать, посидеть. И поэтому сейчас буйная зелень. Буйная зелень. Время цветения разной зелени. Как хочется все это вам показать. О, Боже. Станет другом большим Для зверей и для птиц Человек больше и не опасен И не будет по мине Озлобленных лиц Она меньшее я не согласен И не дерево счастья А счастье за ты Она меньшее я не согласен И не согласен И не настанет нам Расставаться пора Она меньшее я не согласен И не согласен Видео просто действительно В жизни столько всего Сейчас стало изменяться И я настолько действительно Устаю Потому что у меня не было Вот этих выходных Я как бы получается С корабля на бал Потом Я летала на Крит Скоро выйдут эти вот Видео Потом у меня резки Мне прилетело на Крит С Критой сразу же Поселилась В новую квартиру И у меня как бы Нет времени для переезда Поэтому я пытаюсь Свои свободные часы Переехать И все это вместе Я очень устаю Поэтому фильмы Конечно не выходят Но скоро они выйдут Поэтому всем привет Терпение ребятки